7 идей, как разнообразить твою презентацию, придумать персонажа, стикеры из мессенджеров, эмоджи внутри текста, мэмоджи, удаляем фон у изображений, цепляющая тема для твоей презентации, придумываем интерактив, привет, меня зовут Миша, мы вместе с тобой учимся создавать крутые презентации, смотри это видео до конца не перематывая, потому что в конце тебя ждет бонус, будет от меня небольшой подарочек. Идея номер один, придумать персонажа, создать личность, которая будет сопровождать тебя в момент выступления или даже полностью заберет на себя роль ведущего, инструмент отлично подходит для презентации, для выступления, для электронных курсов, для презентации, которые будем отправлять в почту, почему? Потому что персонаж отлично передает эмоции, он дополняет именно ведущего, он может дополнительно давать подсказки или даже взаимодействовать с аудиторией, какие-то задавать вопросы или создавать просьбы. В качестве готового решения можно взять иллюстрации, вот например мой любимый ресурс Icons8, можно туда зайти, выбрать стиль, который больше всего понравится, найти одного персонажа в разных эмоциях, добавлять уже на нужные слайды и прописать его в сценарии, продумать как мы будем с ним взаимодействовать. Я в качестве ресурса привожу только один, на самом деле их очень много, можно спокойно найти в интернете. Инструмент номер два, стикеры из мессенджеров. Я заметил, что почти у каждого есть свой любимый стикер-пак в Телеграме, который он использует очень-очень много времени, который не собирается менять, по которому человека можно узнать. Если вы такой человек, то можно стикеры из этого стикер-пака из Телеграма вытащить и добавить на презентацию. Точно так же стикеры, они могут передавать отлично эмоции, дополнять ваши выступления и могут стать таким же персонажем. В качестве инструмента есть специальные боты, вот я тоже на него ссылочку написал и так же он будет в описании. Можно в этот бот в Телеграме просто скинуть стикер, он обратно его выкидывает картинкой, мы просто его скачиваем, добавляем на презентацию и эмоции передаются очень-очень классно. Если ты хочешь научиться создавать яркие и понятные презентации, получить базовые навыки дизайнера, приходи на мой авторский курс по презентациям, где тебя ждут 9 модулей, 9 тем, 55 видеоуроков, 53 слайда практики, еще и лекция, и практика, и разборы твоих слайдов, упражнения, тесты, обратная связь. Лично я проведу тебя по всему пути от добавления простейших фигур, заканчивая сложной анимацией, по ссылке в описании ты найдешь подробное описание программы, поэтому переходи по ссылке в описании и записывайся на мой онлайн курс по презентации. Инструмент номер 3, эмоджи внутри текста, мы их уже вполне комфортно воспринимаем и считываем эмоции, даже в переписке какая-то маленькая скобка на конце предложения, на конце сообщения очень хорошо передает эмоции. Смайликов существует огромное количество, на маках они уже встроены, можно вызвать дополнительную панельку и просто вбивать внутрь текста, на Windows я думаю тоже есть что-то похожее, если вдруг что, вот сверху есть ссылка, это подборка всех смайликов, их можно оттуда скопировать как текст и уже вставлять в свою презентацию. Лучше всего эмоджи и смайлики добавлять внутрь текста, они отлично смотрятся в крупных больших заголовках, я думаю ты адекватно понимаешь, что далеко не во всей ситуации нужно добавлять эти смайлики, с ними очень аккуратно и лучше не переборщить. И еще эти эмоджи можно использовать даже как дополнительную иллюстрацию, если взять их отдельно, просто сделать покрупнее, они тоже как интересная такая картинка, которая передает эмоции, работает. Инструмент номер 4, мэмоджи. Я этот инструмент уже видел на разных сайтах, на презентациях еще не видел, так что забирай, пользуйся. Его можно использовать как иллюстрации, как иконки, как дополнительную визуализацию или инфографику и тоже отлично передает эмоции. На айфонах и наверное на андроидах тоже есть такой инструмент как мэмоджи. Можно создать любую иллюстрацию, создать любого персонажа, оттуда вытащить ее как картинка или небольшим видео и добавить на презентацию. Можно например создать себя, вставить на слайд и со самим собой как-то взаимодействовать. Или же для презентации, которые мы отправляем в почту, они тоже очень круто работают. Можно сделать любого другого персонажа, я уже прям чувствую как школьники побежали собирать в этом приложении своих учителей, но тоже инструмент рабочий, я думаю вас точно запомнят. Использовать их можно как маленькие иконки, как собостоятельные иллюстрации. Идей тут очень много, самое сложное это их выцепить оттуда. Нужно просто самому себе отправить сообщение и просто эту картинку сохранить и дальше ее добавлять на слайды. Или можно пойти следующим уровнем, чуть дальше и записать видео с самим собой и в видео что-то проговорить и когда будет выступление, можно с самим собой взаимодействовать. Да, эксперт, ты согласен со мной? Да, согласен, согласен. То-то же. Друзья, спасибо огромное всем тем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на канал, я это очень-очень ценю, спасибо вам большое, мне это очень помогает продвигать обучающий контент на ютубе. Инструмент номер пять, удаляем фон у фотографии для того, чтобы полностью погрузить объект или персонажа в наш слайд, для того, чтобы он взаимодействовал там с текстом или с другими элементами. Для этого вообще не нужно никаких навыков, есть уже автоматически крутые ресурсы, например, вот то, что надо мной. Кстати, вот когда у меня появляются какие-то крутые ресурсы или приходят в голову хорошие мысли, я про них пишу в телеграм-канале, на телеграм-канал тоже подписывайся, ссылка на него будет в описании. А сервис работает очень просто, мы туда закидываем фотографию и он автоматически удаляет фон у фотографии и мы можем уже ее там разным образом как-то на слайде разместить. У нас появляется больше белого пустого пространства, который тоже очень важен у нас в слайде. Если стоит задача объект куда-то вписать в другое, да, там в другую локацию, в другой фон, это тоже можно спокойно сделать, там, да, сделать вот что-то вот подобное. То же самое с человеком и с портретными фотографиями, вот частая ситуация такая, когда непонятно, как разместить фотографию на слайде, вот она прямоугольником, ну, не смотрится, да, ни туда, ни сюда ее. А если мы просто у фотографии фон удалим, она смотрится намного лучше, отличный прием, можно им пользоваться. Если у нас фотографии из одной и той же фотосессии мы сами сделали или нашли в интернете, можно тоже таким образом придумать, сделать персонажа, который будет нас сопровождать и дополнительно передавать эмоции. Если у нас стоит какая-то задача по строгому оформлению, мы тоже это можем подстраивать под разные стили, например, менять цвет фона. Если есть задача погрузить в какую-то, в какую-то локацию человека, то тоже можно сделать, поставить просто фотографию на фоне. Я про это на своем канале уже много-много раз рассказывал. Инструмент номер 6. Цепляющая тема для презентации. За 2 минуты не смогу рассказать про все техники и инструменты, но раз ты досмотрел это видео до этого момента, значит, ты целеустремленный и поймешь все отлично на примерах. Например, для какой-то работы портфолио заголовок. Портфолио дизайнера Натильда Николая Николаевича. Скучно. Вот такой заголовок предлагаю. Создаю правильные сайты, которые увеличат ваши продажи. Вот это уже хороший продающий заголовок. Еще. Для какого-то вебинара или для обучающего курса обучение профессии фотографа с нуля. Неинтересно. Не цепляет. Вот такой заголовок предлагаю. Как фотографу заработать миллион за год. Уже тоже хороший цепляющий заголовок. Вот такой заголовок. Школа плавания. Черепашка вместо черепашки. Любое название компании. Очень частый заголовок, который я вижу. Неинтересно. Вот такой предлагаю. Научим плавать за 10 дней. Заголовок сразу предлагает клиенту то, чего он хочет. Еще пример. Школьная презентация. Тоже очень частая ситуация. Когда просто так называют. Неинтересно. Уже таких презентаций миллиард в интернете. Можно просто скачать. И их никто не слушает. А вот такой заголовок. Как тебе? 10 фактов про Пушкина, которые должен знать каждый. Ну уже интереснее. Я бы сам даже в эту презентацию хотел бы посмотреть. Представь, если бы я все свои видео называл вот что-то вот типа так. Обучение по теме презентации в PowerPoint. Ну никто бы эти видео не смотрел. А вот такое название. 10 шагов, как создавать понятные и красивые презентации. Кстати, у меня есть отдельное видео на эту тему. Тоже можешь после этого взять и посмотреть. Когда мы определяем тему для выступления и придумываем заголовок для всей презентации. Нам очень важно знать и понимать цель презентации. Что мы сами хотим получить от нашего выступления. Нам очень важно знать аудиторию. Кто они? Что им нужно? Что им интересно? Мы должны понимать, а как мы им можем в данной ситуации помочь. Какой контент на наших слайдах. Какой контент мы можем им рассказать. Чтобы зрители ушли, пхопали там и говорили нам. О, как круто. Как спасибо вообще в тему. А мы и, да, самое главное не раскрывать сразу все. Интриговать темой. Задавать какой-то вопрос, на который зритель не знает ответа. Чтобы ему было интересно. И инструмент номер 7. Для того, чтобы выступление было интересным и захватывающим и увлекательным. Нужно придумывать интерактив. Лучшая импровизация. Это подготовленная импровизация. Для того, чтобы решить эту задачу, мы пойдем нестандартным способом. Мы с тобой, давай вместе попробуем ответить на вопрос. Можешь даже видео на паузу поставить. И ответить. Списочек просто сформировать. Как сделать самое скучное, самое унылое выступление. Список, когда составишь. Вот мои варианты ответа. Не смотреть на зрителей. Вообще с ними никак не взаимодействовать. Только монолог. Не задавать вопросы. Не просить их там поднимать руку. Ничего вообще с ними никак не разговаривать. Не показывать своих эмоций. Просто с каменным лицом. Очень уныло все рассказывать. Только сухие факты. Только показывать цифры. Без личных историй. Без передачи личного опыта. Не отвечать на вопросы. Даже если они у них появятся. И читать текст со слайдов. Досконально. Ничего не добавляя от себя. Это будет очень плохо. И очень скучно. И очень уныло. Теперь, когда у нас есть эти ответы. Мы их можем перевернуть. И ответить легко на вопрос. А как же увлекательно и круто выступать с презентацией. Общаться с аудиторией. Задавайте им вопросы. Просите их поднимать руку. Задавайте открытые. Задавайте открытые вопросы. Просите что-то перечислить. Быть эмоциональным. Передавать. Транслировать свои эмоции. Кстати, все инструменты, которые мы обсудили. Они в этом вам помогут. Рассказывать интересные истории. С историей очень круто отвечать. Если у зрителей есть вопросы. Лучше отвечать по ходу. Чтобы выстраивал был такой некий диалог. Давать зрителям какое-то задание. Какой-то кейс порешать. Придумывать игру. Или придумывать упражнения. Можно даже взаимодействовать со слайдами. Пообещать им что-то в конце. Для того, чтобы была мотивация досмотреть до конца. Отличный прием для вебинаров. Для видео формата. Ну и в том числе для выступлений. Для тренингов. И вот сейчас. Бонус, который я анонсировал в самом начале. В описании есть ссылка на бесплатный шаблон. Там будет несколько слайдов. Этот шаблон разрабатывал я. Это будет такая демо-версия. Но все равно ты сможешь ее скачать. Использовать для своих целей. Можно фотографии и текст под себя поменять. Очень такой стильный, прикольный, интересный, классный шаблон. Можешь приходить на курс. Для того, чтобы учиться создавать классные презентации. Подписывайся на канал. И ставь колокольчики, все лайки. Для того, чтобы не пропускать следующее видео. Спасибо, что досмотрел до конца. Пока.